Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Триумфальное возвращение. На сцене театра «Самарская площадь» снова можно увидеть спектакль «Богатые невесты». Обсудили организацию здорового питания и безопасность школьников в учебных заведениях. В Самаре под руководством главы города Елены Лапушкиной прошло заседание Общественного совета по вопросам образования. В нем приняли участие представители профильного департамента, директора школ и заслуженные учителя России. Какие вопросы стали главными, расскажет Ольга Павлова. Основной вопрос в повестке дня на заседании Городского общественного совета по образованию – совместная работа педагогов и родителей для мотивации детей к учебе. Чтобы между учителем и учеником выстраивались доверительные отношения, необходимо не только постоянно развивать и совершенствовать образовательный процесс. Не менее важно учитывать мнение родителей по вопросам обучения и воспитания школьников. Для этого в Самаре было создано окружное родительское собрание, функция которого – информировать родителей об организации учебно-воспитательного процесса, а также изучать запросы по его улучшению. Эффективность воспитания ребенка зависит от того, насколько тесно взаимодействует семья и школа. Ведь родители – это тоже участники образовательных отношений, и им нужно подсказывать, помогать, а где-то и учить. Мы считаем, необходимо объединить усилия и родителей, и педагогов с целью создания благоприятных условий для развития ребенка. Для того, чтобы родители, дети и школьники могли общаться как партнеры в общеобразовательных учреждениях города, организуют Дни открытых дверей, совместные открытые уроки. Такие мероприятия проходят ежегодно, к примеру, в Самарском спортивном лицее. Проводятся социально значимые патриотические акции, а учебный год завершается фестивалем «Семья года», в котором принимают участие все желающие. Эта работа, она у нас уже как бы давно позволила нам добиться определенных некоторых результатов, потому что, вы сами понимаете, родители меняются, появляются новые родители. Вот родители будущих первоклассников, они отличаются от тех родителей, дети которых во второй и третий класс ходят. Немаловажное значение в самарских школах уделяют и организации здорового питания. К слову, для учеников младших классов оно по-прежнему бесплатное. За его качеством ежедневно следит специально созданная комиссия. По каждой жалобе проводится проверка. Родителям предлагают заполнить анкеты, которые помогают определить болевые точки, вопросы школьного питания и вовремя их устранить. В каждом образовательном учреждении родители привлечены к тому, чтобы они понимали, как организуется питание, насколько оно качественное детям, рационы, которые предоставляются детям, из тех продуктов, набор которых обязательным должен быть. Поэтому говорить о том, что бесконтрольность или недостаточный контроль, наверное, мы об этом просто даже не можем. В ходе заседания глава города Елена Лапушкина заострила внимание на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях и качестве услуг, которые оказывают охранные предприятия. Все школы и детские сады Самары имеют кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт управления вне ведомственной охраны, функционирует система видеонаблюдения. Кроме того, городским департаментом образования регулярно проверяется пропускной режим в учебных и дошкольных учреждениях и их антитеррористическая защищенность. Ольга Павлова, Василий Калдашов, События. В Самаре на площади Славы прошел митинг в поддержку Всероссийского автопробега профсоюзов России. Цель акции – поддержать вооруженные силы Российской Федерации. Из какого города прибыли участники пробега и куда отправиться дальше, расскажет Максим Магомедов. За мир, труд, май, за мир без нацизма. С такими лозунгами участники Всероссийского автопробега Федерации независимых профсоюзов России из Самарской области в торжественной обстановке отправились в Волгоград. Первой точкой в пути станет Нижний Новгород. Там колонна присоединится к участникам пробега со всего Приволжского федерального округа. Следующий пункт – Москва. На Красной площади машины примут участие в профсоюзном шествии. В День Победы, 9 мая, колонна прибудет в Волгоград. На митинг-концерт, который пройдет на Мамаевом кургане. Вице-губернатор Виктор Кудряшов назвал акцию грандиозной, пожелал удачи участникам и достойно представить наш регион. Я хочу поблагодарить Федерацию профсоюзов России за эту акцию в поддержку вооруженных сил, поддержка в их правом деле, поддержка президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я хочу пожелать нашим ребятам, чтобы они вернулись домой целыми, невредимыми и, конечно же, с победой. Всего в пробеге примет участие более 150 автомобилей со всей страны от Владивостока до Волгограда. Самарскую область представляют шесть машин. К ним присоединились еще три из Оренбурга. Участников движения поблагодарила глава города Елена Лапушкина. Она отметила, что сохранение единства страны в текущей ситуации особенно важно. Мы помним имена и подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Мы сохраняем память о них и передаем эту память из поколения в поколение. Именно на их примерах воспитаны наши ребята, которые сейчас защищают в том числе и нас, нашу страну. Я хочу пожелать всем участникам автопоробега лёгкой дороги, конечно, единения, им знать, что вы делаете правое дело. Спасибо вам огромное за это. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Федерации профсоюзов области Дмитрий Колесников. Он отметил, что профсоюзное движение направлено не только на защиту социально-трудовых прав, но и на объединение людей. Я приветствую вас всех, желаю вам всего самого наилучшего, а участникам пробега достойно представить высокое звание Самарской области. В память о погибших защитниках Отечества прошла торжественная церемония возложения цветов и венков к вечному огню горельефа скорбящей матери Родине. Максим Магомедов, Константин Головин, События. 9 мая в 11 часов самарцы смогут принять участие в патриотической акции «Бессмертный полк». Спустя два года с начала пандемии она снова пройдет в очном формате. Пронести фотографии родственников героев Великой Отечественной войны по площади Куйбышева может любой желающий. Почему эта акция так важна для россиян и где можно распечатать фото героя, расскажет Максим Магомедов. После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, «Бессмертный полк» снова пройдет по улицам города. Почтить память героев, пройдя в колонии с фотографиями своих родственников, участников Великой Отечественной войны, могут все желающие. «Бессмертный полк – это показатель того, что те люди, которые были до нас, кто помогали нам строить свою страну, которые сберегли ее в конечном итоге, если мы говорим о тех войнах, в которых россияне всегда выигрывали, и эти люди находятся рядом с нами. Сегодня непростая година, и поэтому мне кажется, что сегодня наш «Бессмертный полк» 22-го года имеет особый, может быть, сакральный смысл. Поэтому, если у вас есть такая возможность, пожалуйста, присоединяйтесь». Шествие пройдет по улице Молодогвардейская через площадь Куйбышева до улицы Маяковского. Колонна начнет формироваться на улице Молодогвардейская. Попасть к месту сбора можно будет через три КПП на Некрасовской, Ленинградской и переулке Высоцкого. Вход через КПП откроется в 8 утра. «Я призываю всех жителей нашей Самарской области и нашего города Самары принять участие вот в этом очень значимом, очень нужном мероприятии для того, чтобы показать, что жители Самарской области и города Самары – это люди высокопатриотичные, и поэтому еще раз доказать, что мы едины». «Каждый может себе позволить такое право вместе с портретом своего родственника, родителя или дедушке, или бабушке пройти по площади Куйбышева в этом бессмертном полку, как в море огромном, в океане, людей, которые выстроятся для того, чтобы показать силу, мощь нашей страны, которая была, есть и которая никогда не иссякнет. Поэтому я призываю все городское сообщество, и родителей, и детей, и всех тех, кто может себе позволить выйти в этот день на улицу и быть в этом потоке бессмертного полка, обязательно прийти». Для того, чтобы стать участником акции, нужно изготовить табличку с портретом и именем своего героя. Получить помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно в администрациях внутригородских районов, Центральной городской детской библиотеке, библиотеке имени Крупской и многофункциональных центрах. Максим Магомедов, Василий Колдашов, Сергей Баскин. События. Самарцы активно готовятся к акции «Бессмертный полк». Они приходят в районы администрации и библиотеки, чтобы распечатать фото родственника, участника Великой Отечественной войны. Многие обращаются за помощью в Центральную детскую библиотеку на аэродромной. Подробнее в нашем материале. У жительницы Самары Ольги Веселовой в Великой Отечественной войне принимали участие дедушка и дядя. Рассказывает, старается не пропускать ни одного парада, а вот к шествию «Бессмертного полка» в этом году присоединится впервые. Библиотеку пришла распечатать фотографии родственников. Веселов Петр Михайлович, он прошел всю войну, был артиллеристом, он вернулся живой. Второй дедушка тоже вернулся живой, Каманин Иван Федорович, он был шофером на войне. А старший дядя, он погиб в 41-м году. Впервые с начала пандемии «Бессмертный полк» пройдет в очном режиме. Узнав об этом, многие жители города обращаются в Центральную детскую библиотеку, чтобы напечатать фото. Сделать это можно бесплатно до 4 мая. Сотрудник библиотеки Светлана Купреева помогает подготовить снимки к печати и сама планирует участвовать в шествии. У меня уже несколько лет готовы фотографии всех родственников, кто бы жили в военные годы, участвовали в Великой Отечественной войне. И мы ежегодно с семьей принимаем участие в «Бессмертном полку». Для печати принимают как фотографии, так и изображения на электронных носителях. «Бессмертный полк» для меня – это прежде всего память. Память о наших предках, которые воевали, которые отстояли нашу страну. И я считаю, что каждая семья должна хранить эту память как самое святое. Пункты по изготовлению фотографий открыты также в администрациях внутриградских районов и в многофункциональных центрах. Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Сергей Баскин. События. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 136 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 381 535. Такие данные в четверг 28 апреля опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 245 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 371 859 пациентов. Участник войны, прокурор Куйбышевской области, ликвидатор Чернобыльской аварии, примерный отец и дедушка. Все это Николай Александрович Баженов. В Самарской школе номер 46, которая носит его имя, высадили аллею в его честь, а также открыли музей, посвященный его жизни. В открытии принимали участие представители прокуратуры, члены его семьи и школьники. Подробнее в нашем сюжете. На территории 46-й школы появилась Еловая аллея. Прокуроры и школьники высаживают деревья в честь Николая Баженова. Он был участником Великой Отечественной войны, был ранен. В послевоенные годы более 10 лет служил прокурором Куйбышевской области. Затем был первым заместителем генерального прокурора СССР. Принимал активное участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Мы хотим, чтобы молодые граждане Самары и Самарской области спустя года, десятилетия, приходя сюда со своими детьми, внуками, а может и правнуками, и кто-то когда-нибудь скажет, что вот в 22-м году мы посадили эти замечательные деревья, и всегда память об этом человеке будет в сердцах каждого из нас. Открылся в школе и музей в честь Николая Баженова. Здесь представлены подлинные награды, документы, фотографии и форма Куйбышевского прокурора. А также фотоаппараты, хобби Николая Александровича. Уникальные вещи музею подарили члены его семьи. Боевые награды. Это самое дорогое, что может быть, которые сохранились столько лет. И самое главное, что их будут видеть люди, дети, будут интересоваться. И здесь они будут в полной сохранности служить для памяти вновь приходящих детей, их детей потом приходящих. Это намного лучше, нежели они будут находиться у меня просто дома. В самой школе еще осенью было присвоено имя Николая Баженова. Как отмечает директор учреждения, теперь на учениках лежит дополнительная ответственность. Ведь на всех соревнованиях и конкурсах они прославляют имя известного прокурора. Нужно хорошо учиться, нужно быть активным в этой жизни, принимать участие в различных мероприятиях, патриотической направленности, защищать честь своей школы на городском, на областном и даже на всероссийском уровне, как нам это удалось в этом учебном году. И свои победы мы посвящаем тоже нашему замечательному герою Николаю Александровичу Баженову. Попасть в музей по предварительной записи может любой житель Самары. Экскурсии будут проводить и для учеников других школ. Для этого подготовлены гиды, которые расскажут о жизни героического человека. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. В Самаре завершается месячник по благоустройству и озеленению. На улице Старозагора вывозят мусор, оставшийся после сноса незаконных гаражей. В планах преобразить территорию, сделать ее более комфортной для жителей. Об этом в нашем материале. В Кировском районе Самары убирают мусор, который остался после сноса гаражей возле многосекционного дома 267 по улице Старозагора. 142 объекта появились там незаконно и мешали содержать инженерные коммуникации. Да и многие жители были недовольны. Силами администрации и собственников гаражи демонтировали. Через неделю территорию приведут в порядок. Не очень комфортно в таком окружении находиться. И грязь свозили. В общем, мы и видели, что гаражами не пользуются, как свалка. Очень, конечно, хотели, очень были рады, что наконец-то все это убрали. Теперь жители домов 267Е и 267Ж хотели бы видеть на этой территории стоянку или парковку. Инициативная группа планирует принять участие в программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Помимо этого, местные активисты готовят заявку для участия в губернаторском проекте «Содействие», чтобы в их дворе появилась современная детская площадка. Несанкционированные свалки в Кировском районе выявляют активно. Администрация реагирует на сообщения жителей, оставленные на официальных страницах районной администрации в социальных сетях, а также поступившие посредством обратной связи на сайте admkir63.ru. Площадь территории, занятая гаражами, составляет порядка 4000 квадратных метров. Объем оставшегося мусора составляет порядка 500-600 кубов. Работа продолжится и по вывозу мусора, и по ликвидации гаражей. Что касается вывоза мусора, то в период месячника благоустройства у нас с территориями района общими силами вывезено уже на сегодняшний день 11500 кубов мусора. Сообщение граждан в социальных сетях фиксируется и муниципальным центром управления Самары. Основные инструменты работы МЦУ – это система инцидент-менеджмент и госуслуги «Точка. Решаем вместе». Каждое сообщение, поступившее на эти платформы, обрабатывается и направляется ответственным специалистам для реагирования. Юлия Василькина, Василий Колдашов. События. Самару украшают к майским праздникам. В клумбах, парков и скверах по всему городу высаживают яркие цветы. Какие насаждения украсят улицы к 1 и 9 мая – в нашем сюжете. К майским праздникам город украсят яркими красками. Сотрудники муниципального предприятия «Спецаремстройзеленхоз» приступили к высадке однолетних цветов в клумбы и газоны. В первую очередь украшают те территории, на которых пройдут праздники 1 и 9 мая. Цветы высаживают на Красноармейской от Галактионовской до Куйбышева, на Фронзе от Льва Толстого до Красноармейской, на Молодогвардейской напротив Площади Славы, в скверах на Площади Куйбышева, на Площади Революции, а также на Аллее Трудовой Славы от Ташкентского переулка до Советской. К тому же в мае, когда региональная столица примет юбилейный фестиваль «Российская студенческая весна», туристические маршруты должны предстать во всей красе. Для этих целей предусмотрены не только цветы. Вырастили 100 туй, которые из Алексеевского питомника также постепенно переезжают в Самару. Помимо этого, в первой декаде мая планируют начать установку новых ландшафтных фигур, символикой студ весны. Однолетники у нас будут, тагетис, вот видите, разного колера, это лимонный, желтый, оранжевый, петуния будет, катарантус будет, бегония, герань, ну и другие. Чтобы каждая клумба как можно дольше радовала горожан и гостей Самары, заранее прорабатывается дизайн. Работая в той или иной локации, специалисты четко знают, каких цветов и сколько должно быть высажено, в какой последовательности они должны располагаться. На некоторых клумбах уже цветут тюльпаны. 120 тысяч луковиц были высажены еще осенью 2021 года на площади, превышающей 2000 квадратных метров. А всходы начали появляться в середине апреля этого года. Как только тюльпаны завянут, им на смену придут новые насаждения. Жители города усилия сотрудников предприятия «Спецремстройзеленхоз» оценили. Анна Гудкова говорит, приятно видеть, как город преображается. И особенно радостно замечать на клумбах любимые сорта цветов. Три сорта – петуния, цунерария и бархотки. А все, что разноцветное, мне нравится. Оно повышает настроение. Сохранить цветущую красоту позволит регулярная забота. Удаление отсветших бутонов и сорняков, рахление почвы, внесение подкормки и, конечно, полив. В рамках реализации муниципальной программы «Цветущий город» в этом году общая площадь цветников в Самаре составит свыше 38 тысяч квадратных метров. Только однолетних растений планируется высадить более полутора миллионов корней. Многолетних – порядка 20 тысяч. Кроме клумб, радовать взор будут кашпо с цветами и другие конструкции для вертикального мобильного озеленения. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События. Стартовала регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга», который пройдет в 10-й юбилейный раз на территории Самарской области на Мострюковских озерах с 21 по 29 июля. Об этом сообщили в региональном правительстве. К участию приглашают россиян от 18 до 35 лет. Тематика проведения «Иволги» в этом году – единство народов России. В образовательную программу в этом году входит 8 профильных смен – «Миссия Добро», «Практика», «Управляй будущим», «Детская Иволга», «Место жительства», «Мой народ», «Творческий процесс», «Делай дело». Чтобы стать участником форума, необходимо до 26 мая пройти регистрацию на платформе «Росмолодежь», «События», а также на официальном сайте иволгафорум.ру. Спустя 7 лет на сцену театра «Самарская площадь» возвращается знаменитая пьеса «Богатые невесты». Накануне прошел премьерный показ. О том, какие метаморфозы претерпела постановка с момента первого показа в 2002 году, расскажет Михаил Ермоленко. История Валентины Белесовой, главной героини пьесы «Богатые невесты», во многом обогнала свое время, отмечает режиссер Евгений Дробышев. Жизнь сироты-воспитанницы на содержании богатого генерала отчетливо напоминает тенденции современного мира. Если 30 лет назад к ним не были готовы, то сейчас самое время рассказать эту историю заново. Любовь и деньги – это тема Островского, постоянная такая тема. И она сейчас у нас в стране и во всем мире, конечно, она острая. С момента первого показа спектакля прошло уже 20 лет, но современная интерпретация во многом похожа на классическую, рассказывает руководитель постановки. Изменились музыка и актерский состав, он практически новый. Теперь уже молодому поколению придется раскрывать глубокий смысл пьесы. Трудно было, конечно, трудно, и все еще будет трудно, пока не найдешь именно то самое, а находить ты будешь постоянно. Островский, он во все времена актуален. Вот именно тот автор, которого можно играть и в те времена, и сейчас, и в будущем. Возвращение спектакля в репертуар Самарской площади прошло в преддверии 200-летнего юбилея Александра Островского. Пред юбилейный год, как мы посчитали, он важнее для того, чтобы в юбилейный год мы могли принять участие, возможно, в каких-то фестивалях Островского. Ну и просто были уже готовы к юбилейному году великого русского драматурга. Увидеть постановку у жителей и гостей города смогут до конца мая. Михаил Гермоленко, Василий Колдашов. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации города рассказывает о проекте «Детство, которое навсегда украла война». Своими воспоминаниями со школьниками делятся дети войны. Те, кто в 41-45 годах на себе испытал все тяготы того времени. Чтобы мы сегодня не делали, этого будет мало, чтобы отдать дань уважения людям. Наша задача — сохранить о них память и мир. Сделать это можно только всем вместе, объединившись, подчеркнула глава «Самары» Елена Лапушкина. Проект стартовал в 2010 году в гимназии номер 3, где проходил на протяжении 4 лет. Затем он переместился в гимназию номер 11. Из-за пандемии организаторы были вынуждены прервать его. В этом году проект продолжился в школе номер 81. В департаменте транспорта сообщают, что с 1 мая в соответствии с утвержденным реестром схема маршрута 207 изменится. Он пройдет через улицу Осипенко, Волжский проспект и улицу Максима Горького. Изменения сделаны с учетом многочисленных просьб жителей, а также для улучшения транспортной доступности Волжского проспекта, непосредственно Самарской набережной и улица Максима Горького. В телеграм-канале департамента образования сообщают о герое, спасшем жизнь своей сверстницы. В 118-й школе Самары за проявленное мужество наградили ученика 9-го класса Данила Баранова. Ему вручили благодарственное письмо главного управления МЧС России по Самарской области за спасение. Данила не растерялся и пришел на помощь тонущей девочке. В Ленинском районе напоминают, что в это воскресенье в Самарской области отметят День весны и труда. В Самаре праздник начнется в 5 часов вечера. Мероприятие откроют тематическим квестом на площади Куйбышева. Для жителей будут организованы 40 станций, на которых можно будет ознакомиться с разными профессиями. В 6 часов вечера на главной сцене начнется концерт, а завершится праздник ярким фейерверком в 21.30 в парке 50-летия октября. А на этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самарагис, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. А выпуски новостей смотрите на платформе РУТЮБ. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова